Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Всем привет! Прошедшая неделя была богата на события. Три гиганта IT-индустрии провели свои презентации и показали миру свои новые продукты. Поэтому этот выпуск новостей будет немного нестандартным. Я решил отойти от традиционных рубрик и сосредоточиться на том, что показали Xiaomi, Microsoft и, вы не поверите, Apple. Открыла неделю презентации Xiaomi. Мероприятие прошло 25 октября в Пекине. На нем компания продемонстрировала ожидаемый флагман Mi Note 2, крышесносный и совершенно внезапный Mi Mix и шлем виртуальной реальности Mi VR. Итак, давайте обо всем по порядку. Mi Note 2. Если говорить кратко, то китайцы показали свой вариант Note 7. Ну, судите сами. 5,7-дюймовый фаблет, дисплей которого выполнен по технологии OLED. Его края загнуты, а разрешение экрана составляет Quad HD. Работает устройство на Snapdragon 821. Есть варианты с 4 или 6 гигабайтами LPDDR4 оперативной памяти. На выбор доступно 64 или 128 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 2.0. Аккумулятор имеет ёмкость 4070 мАч и поддерживает Quick Charge 3.0. Есть инфракрасный порт, USB Type-C и NFC. Из особенностей хочется отметить отдельный аудиочип. Акустик, который будет отвечать за Hi-Fi звук. Ещё круто, что международная версия получит поддержку огромного количества международных частот целых 37 бендов. Основная камера в девайсе, как ни странно, одинарная. Модуль производства Sony — сенсор IMX318 Exmor RS на 22 мегапикселя. Жаль, что не завезли оптической стабилизации и светосильной оптики. Диафрагма всего f2.0. Фронталка также оснащена сенсором от Sony. IMX268 на 8 мегапикселей. Диафрагма у передней камеры также f2.0. Цены такие. 4,64 будет стоить 415 долларов, 6,128 — 490, а 6,128 глобальная версия — 515. Теперь к неожиданной новинке Mi Mix. Прямо скажем, Xiaomi удалось всех удивить. Если Mi Note 2 до презентации утёк в сеть почти полностью, о нём были известны почти все его спецификации, то Mi Mix стал практически сюрпризом для всех. Смартфон выглядит очень футуристично и свежо. Дисплей практически не имеет рамок сверху, слева и справа. Правда, без подбородка обойтись так и не удалось. В результате экран занимает 91,3% передней панели. Он имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение 2040 на 1080 пикселей. Справедливости ради стоит отметить, что дизайн и вся концепция смартфона была позаимствована у Sharp. Японцы ещё несколько лет тому назад показывали свой Aquas Crystal, который был полностью без рамок. Из особенностей отмечу следующее. Корпус девайса выполнен из керамики. Вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология. А вместо стандартного динамика – специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Она передаёт звук через кость прямо в среднее ухо. Работает смартфон на 821-м Snapdragon. Обладает батареей ёмкостью 4400 мАч и поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. В наличии Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, GPS, NFC и порт USB Type-C. Есть две камеры – основная на 16 и фронталка на 5 мегапикселей. Пока микс представлен как концепт, но это не значит, что девайс никогда не поступит в продажу. Существует две версии. Одна оснащена 4 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти и стоит 516 долларов. Вторая – в 6 гигов оперативки с 256 по стоянке, оценивается в 590. Но ни одними смартфонами порадовала нас Xiaomi. Ещё показали шлем виртуальной реальности. Если дизайн смартфонов они слезали с Samsung и с Sharp, то вот дизайн своего шлема полностью был слезан с PlayStation VR. В шлем встроен очень чувствительный датчик движения. Он позволяет отслеживать даже небольшие движения и аккуратно синхронизировать картинку. Также есть две линзы диаметром 38 мм и с углом обзора в 103 градуса. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления с 9-осным сенсором движения и трекпадом. Xiaomi Mi VR стоит 30 долларов и будет совместим с Mi Note 2, Mi 5S, Mi 5S Plus и Mi 5. Порадовали своими новинками и ребята из Microsoft. Показали как железные, так и софтверные новинки. Microsoft отвели львиную долю своей презентации по программным новинкам. Долго говорили о 3D, дополненной реальности и о том, в каком направлении двигаются технологии. Нам пообещали, что скоро выкатят новый апдейт винды, который называется Windows 10 Creators Update. В него включат огромное количество ништячков. В первую очередь упор будет сделан на 3D-технологии. Их попытались воткнуть повсюду. Показали, как можно будет легко создавать, редактировать и работать с 3D-моделями. Даже Paint и тот заточили под работу с 3D-моделированием. В общем, презентация пошла под девизом 3D for Everyone. Еще круто, что Microsoft запартнерились с Dell, Asus, Lenovo, Acer и HP. Теперь эти компании будут производить очки, похожие на HoloLens, по лицензии Microsoft и за весьма гуманные деньги. Ценник обещают от 300 долларов. Геймеров тоже порадовали. Анонсировали наступление эры 4K гейминга. Представили свой особенный аналог Твича – сервис Beam. После этого перешли к устройствам и показали обновленный Surface Book. Трансформер работает на самом свежем Core i7 от Intel. Имеет дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 965M и 2 ГБ памяти. Ноутбук имеет сенсорный экран с диагональю 13,5 дюймов и разрешением 3000 на 2000 пикселей. Объем оперативной памяти может равняться 8 или 16 ГБ. Объем SSD – 256, 512 или 1 ТБ. Заявленное время автономной работы – 16 часов. Цены стартуют с отметки 2400 долларов. Но одними лишь ноутами ребята из Microsoft не обошлись. Показали еще и моноблок Surface Studio. Я уже хочу эту зверюгу. Выглядит этот компьютер очень круто, словно из какого-то фантастического фильма. Диагональ 28 дюймов, при этом экран сенсорный с поддержкой 10 касаний и стилуса Surface Pen. Дисплей имеет разрешение 4500 на 3000 пикселей. Его толщина составляет всего 12,5 мм. Подставка позволяет опустить экран практически параллельно плоскости стола, превратив его в большой планшет. Предполагается, что именно в таком положении будет удобно использовать новый контроллер Surface Dial. Это такая умная шайба, которая призвана облегчить вам работу и занять вторую руку, пока вы пользуетесь умным стилусом. В Surface Studio используются процессоры Intel Core i5 или i7 шестого поколения и видеокарты GTX 965M с 2 гигабайтами памяти или 980M с 4 гигабайтами памяти. Объем оперативки может составлять 8, 16 или 32 гигабайта, а гибридных накопителей 1 или 2 терабайта. И все в этом компьютере хорошо, кроме цены. Она стартует от 3000 баксов за самую нищебродскую версию. Топовая комплектация обойдется уже в 4200 долларов. На закуску новости из яблочного стана. Купертиновцы показали обновленную линейку MacBook Pro. Стоит отметить, что этого обновления фанаты ждали довольно долго. Внешний облик профессиональной линейки ноутов от Apple не менялся с 2012 года. С тех самых пор, когда представили первый рейти на MacBook Pro, менялась только начинка. И вот долгожданный апдейт выкатили. Сразу скажу, что нововведения разделили фанатов на два лагеря. Одни с восторгом начали подыскивать, где подороже продать свои органы, а другие окончательно разочаровались в яблочной компании. Итак, новинки стали меньше, тоньше и легче своих предшественников. Основной фишкой MacBook Pro стала сенсорная панель Touch Bar, расположенная над клавиатурой. Она призвана облегчить управление компьютером, подстраиваясь под те или иные приложения. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, на ней автоматически отображаются те или иные инструменты. Например, регуляторы громкости и яркости, вкладки Safari, функции редактирования фото и видео. Естественно, обновили и начинку. Теперь прошки работают на процессорах Intel Core 6-го поколения, имеют невероятно быстрые SSD со скоростью чтения до 3,1 Гбит в секунду и максимальным объемом до 2 ТБ. Оперативка также прибавила в скорости и трудится теперь на частоте в 2133 МГц. 13-дюймовые модели по-прежнему не имеют дискретной видеокарты и обходятся силами встроенной в процессор графики Intel Iris Graphics 550. Старшая 15-дюймовая модель получит новую дискретную графику от AMD Radeon Pro 455 с 2 или 4 Гб видеопамяти на выбор. Кроме этого, немного обновили экраны, теперь они ярче, контрастнее, лучше передают цвета и стали немного тоньше. Да и яблочко на обратной стороне дисплея теперь не светится. Из менее заметных нововведений отмечу обновленную конструкцию кнопок клавиатуры и увеличенный до неприличных размеров тачпад. Да, и вот мы подобрались к моменту, от которого подгорают пуканы даже у самых преданных фанатов яблока. Теперь в макбуках нет никаких портов, кроме Type-C. Так радикально Тим Кук решил всех перевести на стандарт будущего. Правда, порты не простые, а с поддержкой Thunderbolt 3. И любой из них можно использовать для зарядки компьютера. Хорошо это или нет, решать исключительно вам. А вот что осталось неизменным, это высокие цены. За минимальную тренажку Apple просит 1800 долларов, а за начальную 15-дюймовую модель придется выложить 2400 баксов. Есть еще 13-дюймовая версия для нищебродов, в ней вдвое меньше портов USB Type-C и нет чудо-панели Touch Bar. Она стоит всего 1500 долларов. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте, заглядывать в мой Инстаграм. Пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops.ru. Всем спасибо за внимание, всем пока. Это не надо вставлять в конец.